Добрый вечер всем! С вами я, Ирина Василаки. И сегодня у нас с вами очередная тема нашего цикла «Движение к успеху» – это «Тайный шифр сказок». Арт-терапия – это исцеление искусства. Мы с вами говорили, что курс у нас арт-терапевтический, арт-терапия. Включает в себя и сказкотерапию, и игротерапию. Там очень много направлений. Песочная терапия. Сейчас фототерапия, когда с помощью фотографий, снимков тоже проходит такое глубокое исцеление. Вот сегодня мы с вами проговорим о сказках. Дайте, пожалуйста, мне обратную связь, как вы меня слышите. Поставьте восклицательные знаки. Значит, мы с вами в полном здравии. Но знаю, что не у всех все так ровно и благополучно. Это нормально, это хороший процесс. И буду очень признательна вам. И, конечно, мы все, если поделимся с вами тем, что было за эту неделю. Может быть, даже не написать о событиях, а о своих ощущениях. Вот что такое было за эту неделю, что каким-то образом нашло отклик в душе или как-то потянуло за собой череду каких-то других событий. Поделитесь, пожалуйста, потому что вот вы мне писали индивидуально, что там или там пришло сознание, какое-то глубокое понимание своих взаимоотношений с мамой или в других областях своей жизни, с самим собой. Ну вот, может быть, сейчас хочется что-то такое сказать всем нам, поделиться. Что я хочу сказать про себя, что вот когда я готовилась к этой встрече, и, во-первых, я продолжаю те упражнения, которые я вам рекомендовала. Это каждое утро я рисую на маленьком листочке, опять, свой настоящий день. То есть вот как бы составляю его содержание на день. И потом складываю все в альбомчик, в специальную папочку, подписываю дату. И хочу сказать, что, в общем-то, очень такая интересная работа, и внутренняя работа, и восприятие, мировосприятие, оно несколько иным. Ну что ж, смотрю, что у нас с вами в чате. У меня все много и хорошо прошло. Олеся, хорошо, вот интересное. В результате работы на курсе у меня произошло очищение отношений с мамой. Жаль, что ее сейчас уже нет. Ирина, вам огромная благодарность. И вам, Людмила, тоже огромная благодарность за то, что вот это произошло. Вот этот процесс, он у всех идет по-разному. Но он обязательно идет. Вот ровно настолько, насколько мы себе еще позволяем. Это вот знаете как, если сразу открыть шланг, открыть кран на полную мощность, то шланг сорвет. Поэтому нам позволяют ровно настолько, насколько нам безопасно. И вот рисунки, те техники, которые вы используете, как часто вы работаете, как долго. Вот не все у нас дошли до конца нашего цикла. И это тоже понятно и нормально, да, так бывает. Это все жизнь. Это все про нас с вами. У меня у сына прогресс, пишет Оксана. Олеся, здоровье поправилось, все восстановилось. Ага, у сына в плане улучшения речи. Оксана, рисовать, рисовать, рисовать всеми техниками, причем вместе носик к носику. Вот склонились, дотронулись, пока еще есть такая возможность, пока он еще не подрос, мальчика можно тискать, нянчить, целовать. Пока он еще вот в таком возрасте, как у вас. Передавать ему свою любовь, чтобы он чувствовал маму, это спокойствие. Открылись наши специалисты. Хорошо. Рада за вас, здорово, поняла, спасибо. Ну что ж, сегодня я покажу вам тоже результаты вашей творческой работы, которую вы прислали мне к этому дню. А так жду от вас все, что у вас получается, чтобы потом сделать следующее очередное слайд-шоу. Ну а сейчас позволю приступить к нашей теме. Тайный шифр сказок. Напишите, пожалуйста, какие сказки, может быть, у вас были любимыми, или какие сказки вы помните из детства, и вообще помните ли сказки. Ну те, у кого маленькие дети или внуки, может быть, вы читаете сказки. Ну вот, например, какую бы сказку, название бы какой сказки, хотелось бы сейчас обозначить, вот просто написать. Напишите, пожалуйста, эти сказки. Вот какая вспоминается, вот, или, может быть, какая-то там тревожит, напоминает о себе. То есть вот то название, которое вам захотелось, напишите его сейчас здесь в чате. А я хочу сказать следующее, что наши сказки, на которых мы выросли, те, которые сочинял наш народ, и сказки авторские, которые сейчас мы сочиняем, они имеют свою мудрость. Там иносказание, там метафора, но там очень глубокая школа обучения. Обучение, инициация девочек в женщин, мальчиков, мужчин. Тема сказок, рассказы учат нас любить, создавать семью. И мы сегодня с вами немножечко прикоснемся, потому что эта тема очень большая, она очень интересная. Я вот очень осторожно ее сегодня вам предлагаю, потому что это действительно тема настолько увлекает. И сейчас я смотрю, что вы мне написали. Дюймовочка, ага, мальчик с пальчик, Василиса Прекрасная, Гуси-лебеди. Ну, давайте вот сейчас прям такой блиц-опрос с вами проведем. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, лягушка-царевна? Лягушка-царевна – это сказка про что? Не сюжет сказки? Как вы думаете, какой там есть смысл? О чем она, эта сказка? Что она нам хочет рассказать? О чем она нам хочет сообщить? И чему она нас хочет научить? Дюймовочка, маленькая девочка, которую женщина захотела, нет, ребенка, захотела она девочку, и там у нее появилась, и она ее не уберегла. О ребенке ли это речь? Или о том, что есть у женщины? То есть о ее внутреннем состоянии. Мальчик с пальчиком, Василиса Прекрасная, Три поросенка, сказка про феню, которая ела гвозди и керосин. Ну, какая интересная сказка, не читала про феню. А Три поросенка, да. Очень большая мудрость в этой сказке, в Три поросенка. Я пересмотрела свое отношение к сказкам, даже не знаю, что написать. Вот дюймовочка – это тема. Снегурочка, морозка. Смотрите, вот вы сейчас вспоминаете сказки, и это говорит о том, что они с вами. Мы не можем по-другому без этой, скажем так, без этой народной мудрости. Сейчас пришло такое поколение, мы растим своих детей на мультфильмах. У нас есть возможность доверить интернету рассказывание сказок. И когда я, например, растила свою дочь, это уже было давно, и я думала, какие же ей сказки почитать. И думала о том, что, ой, ну что такое за сказка, какая-то глупая сказка, там, колобок, да. Ну что это такое? Вообще кончается она как-то очень мрачная. Или сказка, например, «Красная шапочка» тоже кончается как-то не очень приятно. Еще там все из живота волка достали живых бабушку. То есть мой ум это размысливало, я как-то примеряла, думала, нет, наверное, эти сказки я не буду читать, а вот эти тоже не буду. И уже потом, когда я стала заниматься уже предметно этим, я поняла, что все те сказки, на которых выросли мы, и все те народные сказки, которые придуманы, они имеют свой смысл. И вот сейчас, ага, бременские музыканты, да, сказки переделывала, и сегодня у нас с вами будет для этого возможность, вот, переделать сказки. Хорошо. И вот давайте мы сейчас с вами обратимся к следующему слайду, и вам знакома вот эта сказка. Конечно, вы ее все узнали. Попробуйте подумать и сказать. По сюжету сказки, вы ее знаете, бабушка, бабка с деткой спекли колобок, поставили его на окошко студить, и колобок покатился. И чем все дело закончилось? Он катился, катился, и лиса его съела. Скажите, пожалуйста, если мы говорим про тайный шифр сказок, и про то, что можно читать между строк, то о чем эта сказка? Подумайте, пожалуйста. Напишите. Продолжение следует... 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 То есть он только-только родился и не имея никакого опыта, он даже не остудился еще до конца. Он не получил мудрость у своих родителей и не получил опыт. И без этого опыта он покатился по дорожке, то есть по жизни. Чему первое, чему учит нас сказка? Сказка Первое, чему она учит, если мы из этого с вами будем сейчас делать вывод, что надо сначала получить опыт, надо получить мудрость более старших и не стыдиться этого, а по возможности впитывать для того, чтобы идти по жизни. Что у нас с вами происходит в реальной жизни? Наши дети, подростки, которые начинают бунтовать и сопротивляться нам, то есть противостоять родителям, бороться с родителями за самостоятельность, еще не имеют опыта, опыта, чтобы договориться с волком, с медведем, или даже если они договорились с там хитростью, то они могут попасть на зубок лисы. Это первый вывод из этой сказки. Второе, что мы можем услышать здесь и увидеть. Колобок покатился, он веселый, жизнерадостный, и он на своем пути встречает зайца, волка, медведя, и все разворачивается по одному и тому же сценарию. Он поет песенку зайца, потом точно так же поет эту песенку волку, точно так же поет эту песенку медведю, и все точно так же ему отвечают. То есть все идет, сценарий разворачивается один в один. И тут ему встречается лиса. И нет, чтобы колобку задуматься, что лиса-то себя ведет иначе, чем до этого вели заяц, волк и медведь. Значит, здесь что-то не так. Значит, нужно быть осторожным. Как-то она иначе со мной разговаривает, и как-то иначе она на меня реагирует. Да еще и глухая, говорит, сядь мне на носок, да пропой еще разок. Как мы порой в жизни с вами, уже взрослые, умудренные опытом, как порой нас обманывают или, скажем так, заводят в какое-то заблуждение или что-то. Вот точно так же, как эта лиса. У колобка нет опыта. Он не додумался, что если тут что-то тут не так, как раз совершенно иное поведение, и лисичка его съела. Вот точно так же мы тоже в своей жизни, в реальной жизни, иногда попадаем, ну, не в очень такие хорошие ситуации. Вот у этой сказки есть такой подтекст. А то, что вы написали, это тоже, да, это так. То есть у каждого есть своя дорожка. Но ребенку, который читает эту сказку, он еще не поймет про то, что все равно его когда-нибудь съедят, а так он хоть мир посмотрит. А вот научить его действовать в этой жизни, научить его взаимодействовать и показать ему, что опасно, а что безопасно, опасно уходить от бабушки, дедушки, не набравшись мудрости. То есть не повзрослев. Это все закончится довольно-таки печально. Хорошо, давайте перейдем к следующей сказке. Вот у нас есть сказка «Золушка». Всеми нами любимая сказка. И уже имя у нас такое «Золушка» мы иногда говорим себе. Ой, ну живу как «Золушка». Говоря о том, что тружусь, 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 стираю, глажу и так далее и тому подобное. И все тоже очень хотят быть «Золушкой». Много написано фильмов, где современные «Золушки» совершенно из каких-то очень неприглядных ситуаций попадают на бал, если мы скажем так образно, и меняют свою жизнь. Но про что же эта сказка? Какие у вас здесь есть соображения? Про колобок как вам? Все легло, то, что я сказала на душу, то, что вы услышали. Я когда вот познакомилась со всем этим, я не раз еще вам скажу о том, что есть очень интересные тексты, очень интересные книги. И можно даже назвать ее сказочницей. Это у Татьяны Зинкевича Евстигнеевой. Я потом вам дам это имя. Вы можете поискать в интернете и почитать. И я многое, что сейчас я говорю, я говорю именно вот, прочитав ее очень интересные книги, вот ее видение, расшифровку этих сказок. К чему наша с вами сейчас тема вот эта сказочная? Мы говорили про артерапию, мы говорили про то, что можно исцеляться с помощью искусств, прорисовывая. Но ведь для того, чтобы еще и подготовить наших детей к жизни, к тому, чтобы они жили и были успешны, для этого еще можно воспользоваться сказками. И сегодня еще мы с вами будем говорить о том, что все, что происходит в нашей жизни, если, например, есть сейчас у кого-то откликнулась история про колобок, как я ее вам пересказала и сказала про тайный шифр, и если вдруг вы почувствовали, что в вашей жизни точно так же где-то были какие-то были моменты, то что можно сделать? Можно переписать конец. Только тогда будет завершено отношение с прошлым. То есть что значит переписать конец? А как бы могла бы разворачиваться, где я в этой сказке, кто я в этой сказке? Колобок, леса или кто я в этой сказке? И как бы я могла бы переписать, чтобы эта сказка завершилась иначе? Если я колобок, то как мне остаться живой? И что мне нужно для этого сделать? Может быть вернуться испуганной от лисы к деду с бабой и сказать, давайте я с вами поживу, научите меня этой жизни. Не знаю как. Но смысл сказкотерапии в том, что когда на основе сказки, потому что очень трудно взглянуть на свою жизнь, вот просто взглянуть на нее, когда есть серьезные проблемы, и увидеть, что они есть, причины увидеть, очень сложно. То когда размысливаешь свою жизнь с помощью сказки и видишь, где ты в этой сказке, то тогда проще ее переписать и завершить прошлые отношения и забрать себя из этих прошлых отношений. Ну хорошо, давайте вернемся к Золушке. Что же такое у нас эта сказка? Бескорыстное служение будет вознаграждено у многих людей. В предназначении есть тема служения. Золушка служила, а не прислуживала. Она при всех обстоятельствах не теряла свой дух и во всем искала радость. Да, это очень замечательные слова, что при всех обстоятельствах не теряла свой дух и во всем искала радость. Это мастерство, которое, казалось бы, нам с вами нужно. И в жизни просто необходимо. Потому что если мы застреваем в страданиях, мы уже с вами это выяснили, то мы там и остаемся. И нет движения вперед, это не движение к большему, это движение к меньшему или движение к смерти. Все наши страдания, хождение по кругу и думание за других, почему у того, так, у этого, так, у этого, третьего, вот этого, и как мне, что мне теперь с этим делать? Это все равно, что вы отдаете туда свою энергию. Или предлагаем помощь и спрашиваем, как я могу помочь. Если человек не принимает помощь, значит, он ее не принимает. Но в большинстве мы просто теряем свою энергию, разбазариваем ее. И вот это именно жизнь в радости, несмотря на все, что есть. Да, это есть. Сегодня мама нам говорила про домашние работы. Делайте для меня, а учитесь для себя. Замечательно, Людмила, мудрость. Да, и сегодня вот я вам немножко, опять же, основываясь на тех рассуждениях, Зинкевича и Стегнеевой, когда она их, эти сказки, как бы вот этот тайный шибр этих сказок, как она видит. Я основываюсь на этом тоже. Поэтому я хочу вам сейчас немножечко сказать, что же... Во-первых, сказка «Золушка». «Золушка», она имеет и... Это целая серия сказок. И у нас в наших русских сказках тоже есть такие сюжеты. И что здесь-то самое печальное? То, что она теряет родную мать. То есть мама у нее умирает, появляется мачеха. Если вы вспомните наши русские сказки, «Крошечка-хаврошечка», там тоже девочка теряет свою мать, и появляется мачеха. И главный, конечно, здесь... Главная линия – это мачеха. Но о чем же говорит нам эта сказка? Ну, во-первых, в сказках все иносказательно. И в сказках «Потеря матери» это означает первый этап женской инициации. То есть девочка становится женщиной. Она потеряла... Она отлучается от матери, сепарация от мамы. И в этот момент происходит ее... Начало ее судьбы. То есть уникальность ее судьбы, природной силы. Но при этом она же вспоминает о маме. Она какие-то выполняет в память маме обряды. Это все о связи с материнским родом. Здесь очень важно понять следующее, что это очень чрезвычайно сложное испытание, которое есть у всех у нас в нашей жизни. Когда дочь отделяется от мамы. Это значит не быть как мама, жить своей судьбой, и в то же время принимать в себе ее черты. Вот какой бы мама ни была. У меня иногда бывает приходят ко мне на консультацию, говорят, я свою мать ненавижу, или я свою мать хотела лишить родительских прав, потому что она вела вот такой вот плохой образ жизни. Это судьба матери. И дочь не имеет права осуждать или не осуждать, ведь мать родилась раньше, а дочь родилась или там другой ребенок родился позже. Ребенок родился позже родителей. И вот как это так? Не быть как мать, вот не быть такой, как мать, и в то же время принимать в себе ее черты. И вот здесь вот как раз везде, где встречаются мачехи, где мать умирает, здесь как раз и имеется в виду, что не физическая смерть, а мама с тобой может жить очень-очень долго, а ты от нее отделяешься. То есть все, пришло время. У мамы своя судьба, у меня, у дочери своя судьба. Потому что если легко произошел этот разрыв, да, вот эта сепарация, ну, это замечательно, но сейчас это очень сложно. Вот все больше и больше у нас таких проблем. Мы можем сейчас вспомнить каждый себя, насколько, как и мы отделялись от своей матери. У кого болезненно, у кого-то совсем не состоялся отрыв, и тогда в сказках есть такая фраза «слушала маму, плясала под ее дудку». И такое бывает. Если предшественницы у женщины, то есть если в роду до этого проходило это отделение, эта сепарация, это испытание благополучно или насколько благополучно, настолько передается следующему поколению этот опыт. И мы берем этот опыт у наших предков. Почему мы с вами рисовали и говорили о том, что нужно восстанавливать связь с предками, потому что там есть мудрость. И если там были подобные испытания, как отделиться, как отделить своего ребенка, как оторвать свою кровиночку от себя, ведь я же его родила, я его носила. Поэтому если там в роду был отрыв от матери, и удачных, то мы можем этот опыт воспользоваться. Если же он там происходил болезненно или вообще не происходил, то тогда следующему поколению испытание может быть, дано это испытание и быть одним из основных в жизни. То есть мы иногда говорим, за что нам такое наказание. Это не наказание, это не наказание, а урок испытания. И это действительно очень такая сложная тема, когда вот я мать, у меня ребенок, и мне нужно его от себя отделить, сепарировать, то есть разделиться с ним, потому что я с ним в слиянии. И очень многие проблемы, конечно, из-за этого. Итак, в сказке зашифрован закон жизни, что мать уходит, передает дочери запас любви и знаний, ровно такой, какой у нее есть, и она уходит для того, чтобы дочь проявила свою индивидуальность, самостоятельность. Что есть еще интересного в сказках? Вот у нас Золушка с вами, да? Во-первых, мачеха. Мачеха – это тренер, это воспитатель, который позволяет Золушке найти свое место в этой жизни, многому научиться, домоводству, умению жить в радости, то есть мачеха здесь выступает, как тренер, который обучает, как в этой жизни жить и справляться с трудностями. Это так. Мачехой может быть в нашей реальной жизни мачехой может быть муж, муж мачеха, отец мачеха, отчим, или брат, или сестра, то есть те, которые создают эти трудности, те, которые выступают выступают, для чего создают эти трудности, для чего создают эти испытания, для того, чтобы можно было обрести знание, как жить, как справляться с тем, что тебе жизнь преподносит. Когда у нас муж, как мачеха, то есть когда он повелевает, то после этого разрыв происходит, если, допустим, развод, то очень сложно найти другого партнера, потому что еще остается воспоминание о том, мужа, о его диктате, о его вот таком вот поведении, как у мачехи, и тех ярлыках, которые он навешивает, что он говорит, допустим, что ты никогда без меня не проживешь, и замуж не выйдешь, и никому ты нужен не будешь, не нужна не будешь. И тогда, что мы делаем, когда у нас идет личная терапия, мы, если это определяется, и мы это видим, то мы переписываем, то есть самое главное, что, к чему хотел научить муж мачеха. Если так с женщиной обращается брат или сестра, или даже собственная мать может быть мачехой, то ценность в том, к чему, какой урок, то есть, к чему надо научиться, к чему не доучился женский род там, в предыдущих поколениях. Только тогда, как идет осознание, вот для того, чтобы завершить прежние отношения, нужно осознать, а чему мне хотел научить муж мачеха, или чему, что хотели мне передать, какую мудрость мне хотели передать, что мне нужно было узнать в этой жизни. Вот только, когда придет это осознание, тогда, возможно, дальше, завершение прошлого и шаг на следующий уровень. Хорошо. Так, у меня так было, точь-в-точь. Ну вот, да, это так бывает. Ну, бывают еще и другие взаимоотношения. Ну вот, мы сейчас пока поговорим с вами на сказке «Золушка». Итак, в сказках очень часто есть такая работа, которую дают, прясть. То есть, вот, наприди, свяжи. Очень много в наших русских сказках есть вот такое задание, которое дает мачеха. Что же такое придение? Придение – это прясть, прясть нить своей судьбы. То есть, смысл прядения в сказках – это научиться самой прясть нить своей собственной судьбы. То есть, чтобы была цель научиться, к чему я… То есть, когда мы уже что-то придем и вяжем, мы говорим «свитер», там «носки». Я четко знаю, что я вяжу. Я не вяжу так, что начала вязать, а потом смотрю, что у меня получилось. А в жизни у нас бывает как. Мы что-то делаем, потом говорим «Ну, я посмотрю, что из этого получится». Так вот, задание прясть, прядение в сказках – это вот как раз научить, ставить цель, идти к этой цели. И как к этой цели прясти? И чтобы шерсть была хорошая, и чтобы качественнее была, и чтобы нити были одной толщины. Это вот как раз от тех жизненных программах, которые мы перед собой ставим. Или не ставим. Но если мы не ставим, тогда получится, что получится. Тогда мы ничего не свяжем, не спридем. И, конечно, мы придем руками. И это как утверждение, что все в твоих руках. Вот как ты своими руками спридешь, ты, женщина, так оно и будет в твоей жизни, в реальной жизни. То есть ты ответственна за качество нити, за качество собственной жизни. И это один из уроков падчерицы, чему учит мать. Уборка. Вот как раз любимое то, что говорила вам мама. Дело в том, что женщина черпает свою энергию из домашней работы. Вот женская энергия черпается из домашней работы. Из уборки, мытья посуды, полок, приготовления, соблюдение чистоты, чтобы все было поглажено, зашито. То есть вот именно это базовая потребность женщины и это ее энергия. И у женщины базовая потребность это комфорт и чтобы вокруг тебя была безопасная среда. И именно из этого женщина черпает свою энергию. И именно поэтому героинь, сказочная героиня Золушку заставляет убираться, убираться и убираться, чтобы именно вот этой потребности была постоянно. То есть учит черпать энергию. Сохранение жизненной силы, как у Золушки. Помните, натирая пол, я очень хорошо научилась танцевать. Со шитьем я очень хорошо научилась думать. Терпя напрасные обиды, я научилась сочинять песенки. За прялкой я научилась их петь. Выхаживая цыпляр, я стала добрая и нежная. О чем это? Как бы не унижала мачеха Золушку, как бы не заставляла ее трудиться 24 часа в сутки, Золушка не думала становиться жертвой. Она использовала любую ситуацию во благо, открывая в себе неожиданные способности. Самая главная ловушка, которая есть у нас в сказках и в нашей жизни, это стать жертвой. Почувствовать себя жертвой, несчастной, обездоленной, угнетенной, всеми покинутой. Это роль жертвы. И вот именно здесь ее учили сохранить жизненные силы. И нам Золушка преподает этот урок, что вот запрялка я научилась петь, то есть я сохранила свои жизненные силы. И эта сказка учит нас сохранить эти жизненные силы. Итак, что еще? А, вот еще, что очень интересно. Мне это, что еще просили Золушку делать? Помимо того, чистить посуду. Вот во всех сказках, да, есть такое перебрать зерно. Вспомните наши сказки крошечку, порошечку. Перебрать зерно, отделить одно зерно от другого. Почему? Про что это? Ну, женщина это плодородная земля, да, женщина принимает семя, а мужчина это семя отдает. И для продолжения рода нужны качественные хорошие семена. Именно от особенности мужского семени будет зависеть, какой родится ребенок и вообще качество потомства. И поэтому женщина должна очень хорошо разбираться в свойствах семян. Вы понимаете, о чем я? то есть выбор мужчины. Мужчина это осеменитель. Он сеет свои зерна, а женщина это плодородная земля. И здесь метафора в том, что перебирая зерно, отделяя одно зерно от другого, пшеничное зернышко от горошины, надо научиться выбирать мужчину, выбирать того, кто даст тебе семя и от кого ты родишь своих детей. очень серьезная мудрость, которая у нас сейчас в данный момент не все считается для у молодежи пользоваться вот именно выбором своего мужчины, от которого я рожу ребенка. И что это мужчина в последнюю очередь. Ах, влюбилась, ах, красивый, ах, рожу ребенка, ах, я его люблю, я ему рожу. А потом приходят другие проблемы. То есть это от незрелости. Вы знаете, вот, Людмила, вы пишете о том, что мы читали-читали в детстве сказки, а ничего не понимали. Никто нам не объяснял смысл этих сказок. Ну, кто нам их будет объяснять, если раньше сказки рассказывали бабушки и рассказывали они их, я думаю, вот с этой народной мудростью. Вот недавно я узнала про то, что такой обряд был в деревнях, когда еще ничего, ничего не было, ни электричества, ничего, и когда пряли по вечерам при лучине и сидели женщины, разного возраста, и дети тоже, и они все занимались каким-то делом, а дети в это время могли и песни петь, или там чем-то другим заниматься, или играться в куклы. И по кругу девочкам давали, всегда были наставницы бабушки, или наставницы мудрые женщины, всегда это было. и вот давали девочкам завернутые в платочек, завернутые давали чербачок, ну, то есть деревяшечку, завернутую в этот, в этот, как деревянную, может быть, фигуру, завернутые в платочек или в ткань. И вот это вот давали завернутые как куколка, да, самодельные, давали, и ходила по кругу вот эта вот куколка самодельная. И девочки ее ощупывали и передавали дальше по кругу. И кто-то из женщин или там из бабушек, ну, кто, в общем-то, был посвящен во все это, наблюдали за девочками. И те девочки, которые начинали хихикать и смущаться, значит, эти девочки уже повзрослели, значит, можно уже их готовить и выдавать замуж. Потому что в этой ткани был завернут сделанный из дерева, выточенный из дерева, как вы уже догадались, мужской член. И таким образом проверяли зрелость девочки. То есть ее проснулось ли в ней женская энергия, проснулось ли в ней природное чувство женщины, да, то есть произошла ли инициация в женщину, то есть готова ли девочка уже к каким-то отношениям. Смотрите, как интересно, да, то есть пока мозг не созрел, все, кто не созрели, они ничего не понимали, перебирая в руках вот эту вот куклу. И только тот, кто уже созрел, кто уже готов был из девочек, они уже как бы проявляли свою готовность. и сказки точно так же сказки. Мы же их впитываем и возможно и не надо их, это сейчас мы начинаем их с вами разбирать, для чего они, зачем сейчас это надо? Потому что, как я уже сказала, одно направление арт-терапии, это сказка-терапия, где с помощью сказки можно разбирая сказку, увидеть, где здесь я и где сюжет, как поступила я, так как поступила героиня. То есть, как сюжет этой сказки, где мои были просчеты. То есть, лучше понять себя. Вот. Ну, это вот, наверное, как-то так. И вот этот перебор зерна, значит, это вот именно это. Следующий у нас с вами слайд. Вот, посмотрите, пожалуйста, во всех сказках, что наши Василисы премудрые, что царевна лягушка, что вот здесь золушка, кто ей помогает? И помогают птички и другим героиням, именно женщинам. Помогают птички, там мышки, какие-то другие представители тонкого мира. Про что это? Это про то, что женщина всегда, попадая в какие-то испытания, всегда будет поддержана представителями вот этого тонкого мира. Ей всегда помогут. Всегда. Какой бы ситуация ни была, как бы она ни жила, мы ей всегда помогут. И это именно об этом. Мы иногда очень боимся и говорим, как я смогу с чем-то справиться. Но всегда сила и помощь женского рода. Поэтому очень важно не прерывать свою связь с своим родом. Мысленно не прерывать. Потому что оттуда мы получаем мудрость. Отказавшись от своих родителей или пренебрежительно относясь к своим родителям, мы перестаем получать мудрость рода. Поэтому это очень важно. И очень важно для дочери материнское благословение, материнское молитвание, добрые мысли и чувства. Очень важны. Только так. И очень страшны для дочери материнские обиды, злость и непонимание. Поэтому глубинный смысл этого сюжета это обучение вот сказки Золушка. Обучение, прохождение, посвящение, сохранение энергии и самообладание, и вера, и надежда. Это все вот смысл, глубинный смысл. В результате она получает награду принца. А ловушка здесь это если копить обиду и агрессию против мачехи, что мы иногда в жизни своей делаем, против мужа, против своих родственников, да, там, брата, сестры, отца или отчима, даже против своей родной матери, не мать, а мачеха, да, у нас есть иногда такая поговорка. И борьба. И тогда выпадаем в позицию жертвы. А вот здесь вот падчерица, она вот из любого задания увлекает благо себя. Это ключ для прохождения испытания. Помните, мы с вами говорили про игру, что хорошего в плохом. Вот что хорошего в плохом. Поэтому эту игру можно применять во всем. Итак, давайте еще раз повторим, что же такое урок этой сказки, сказки про Золушку и похожих сказок, которые есть в нашем, в русском эпосе. Это потеря матери. Во всех сказках, если потеря матери, это женская инициация. Отделение в нашей реальной жизни ребенка от матери, что мальчика, что девочка, это подобно смерти. Это очень серьезное. Но к этому надо готовить и самой быть готовой, и ребенка готовить к этому. Это не так говорит, что ему я скоро от тебя отсоединюсь. Нет, это иначе делается. Когда ребенок самостоятельный, когда вы его научили жить. Ну вот, Оксана пишет, что хорошего в плохом. Последние дни прорабатывала и очень помогло. Да. Это так. Да, я сама тоже очень часто пользуюсь этой, когда вдруг на умение какое-то, я пользуюсь именно вот этой игрой, что хорошего в плохом. И действительно находишь очень много ценного в том, что с тобой происходит. Итак, что еще уроки этих сказок женских? Что это отделение, сепарация. Помните сепараторы, да, которые из молока делали сметану и обратно, да, там уже прям такая бледная-бледная водичка. Вот это то же самое и здесь. То есть отделение, потому что иначе мы слепим со своими детьми, когда мы их рожаем. Иногда мы сливаемся с мужьями. Да, у нас это очень даже мы сливаемся с мужьями для того, чтобы осчастливить его. И тогда разрыв, когда соединение происходит, это очень больно, потому что человек, во-первых, не хочет быть с кем-то слитым, он сопротивляется, но это немножко другая тема. Что очень сложно не быть как мать, то есть жить своей жизнью, в то же время принимать в себе ее черты. Только сегодня у меня была девушка с паническими атаками очень давно уже у нее это все происходит, но только сегодня мы с ней вот говорили об этом, что 50 на 50 в тебе папа и в тебе мамы, поэтому нельзя не любить, нельзя отказываться от мамы, тогда тебя половинка остается. Нельзя отказываться от папы, не принимать его, тогда тебя тоже остается половинка. Мать, передав дочери запасливые знания, должна уйти, предоставив ей возможность проявить свою индивидуальность и самостоятельность. А мы очень часто как-то приглись помогать нашим детям, указывая им, что им делать, как им делать, куда идти, потому что мы же лучше уже знаем, мы же целую жизнь прожили, мы знаем, как лучше. И не даем им никакой индивидуальности и самостоятельности, мы постоянно их опекаем и при этом говорим «Господи, да когда же все закончится, да сколько же это можно?» Ровно столько, сколько мы будем их опекать. Мачехи в нашей реальной жизни это может быть собственный мать, муж, брат, сестра, отец, отчим. Они у нас учат целеполаганию, то есть выстроить цель, к чему ты идешь. И в сказках помощники падчевицы это представители нового мира. В реальной жизни тонкий мир помогает женщине и никогда его представители не дают пропасть женщине даже в самой тяжелой ситуации. Никогда. Если ты слышишь, прислушиваешься. Ну вот, Оксана пишет, что посмотрела на других под углом, да, на ситуацию под другим углом и люди стали подавать сигналы позитивные. Хорошо. И самое важное, что я хочу еще проговорить, что для дочери важно материнское благословение, материнское молитвание, добрые мысли и чувства. Именно материнская молитва. Идешь по улице, делаешь что-то, занимаешься спортом и твердишь как молитву. Моя доченька, ты самая успешная, ты самая умная, я в тебя верю, я прошу за тебя. у тебя все будет замечательно. Именно материнская молитва, добрые мысли и чувства. И вот страшны, что для дочери, что для сына, но в данном случае просто мы с вами говорим про сказку Золушка, да, и про сказку женские сказки. Материнские обиды, злость и непонимание. И вы, видите, я написала вам автора, да, Зинкевича и Стемнеева, у меня очень много интересных книг и про взаимоотношения он и она, и про другие интересные аспекты нашей жизни. Вот такие исследования она сказок сделала, и вот я с удовольствием. Легко все читается, вы можете в интернете это все найти. Ну что ж, а теперь давайте подумаем с вами про сказку Красная шапочка. Или же сделаем такой маленький сейчас Олеся, да, восклицательные знаки, да. Скажите, пожалуйста, что сейчас, может быть, есть какие-то вопросы или что-то, о чем вам хочется меня спросить или может быть что-то обсудить, потому что, как вы уже поняли, я сегодня говорю достаточно много, вот, и поэтому вот вашу обратную связь. Значит, слушаю вас, если есть у вас какие-то вопросы, то мы можем сейчас с вами их обсудить по тому, что вы услышали. Очень интересно, уже нашла книгу. Я написала своим дочерям материнское благословение и нарисовала для каждой поэнергетической картинке, которую можно вложить в паспорт, как оберег. Я собой довольна. Да, Елена, да, это очень важно. Недавно я тоже своей дочери сказала следующее, что я так и сказала, что самая сильная молитва это материнское о тебе. Но я не, я только могу догадываться или сама решать, что ты хочешь в этой жизни. А это может не совпадать с твоими мыслями. Ты скажи мне, о чем мне молиться? Что ты хочешь? И я буду молиться об этом. Но только ты мне скажи это сама, попроси. И это тоже очень важно. Иногда нам кажется, что мы понимаем, что хотят наши дети и в уме в своем эти желания, якобы их желания, мы проговариваем, представляем, говорим о них. И искажаем действительность пространства. Молиться нужно о здоровье, о том, о чем не просят. и так понятно, здоровье, какие-то общие. Но если хочется конкретно, то попроси, сказала я дочери, попроси меня, скажи мне, о чем мне помолиться? Я буду о тебе молиться. Именно об этом. Потому что молитва материнская действительно это самая сильная молитва. И когда мы обижаемся и сердимся, то это тоже очень сильно. она одинаково сильна. Когда мы радуемся, это сильно. И когда мы обижаемся, это тоже сильно. Как можно узнать, как спросить у мамы, чтобы она благословила, если у нее идет неприятие твоего мужчины? А попросить маму, так и сказать, мамам, помолись, пожалуйста, за то, чтобы я хорошо сформулируйте, например, что давайте сформулируем, может быть, вы мне тоже подскажете, я сейчас застраиваюсь. Мама, помолись, пожалуйста, за мою женскую судьбу. За то, чтобы у меня была моя женская судьба счастливая, такая, какая я хочу. Сказать маме о том, что да, мама, я понимаю, тебе не нравится мой избранник, возможно, ты права, но дай мне время, чтобы я это поняла сама, и себе дай время, и мне дай время. Рассказать маме о том, опасная или безопасна вам жизнь со своим избранником, потому что мама о чем беспокоится, опасна или не опасна. Если вы ее убедите в том, что это не опасно, вы ей начнете рассказывать о том, что не опасно, что безопасно мне жить, что он заботится, То есть попробуйте поговорить с мамой и сказать ей о том, что мама, помолись, пожалуйста, за меня, я тоже хочу быть счастливой женщиной, помолись за меня, попроси, чтобы я обрела женское счастье, чтобы у меня в семье было все замечательно, хорошо. Вот и все. Давайте с вами вернемся к сказке Золушка и давайте вы попробуем, Золушка, Красная шапочка. Давайте мы сейчас с вами попробуем подумать о том, что вот у нас была сказка Колобок, да, чему она нас учит, а вот чему учит нас сказка Красная шапочка. Возвращайтесь ко мне. Вы со мной? Где вы сейчас? Сейчас. Хорошо. Я повторю тогда свой вопрос. Подумайте, пожалуйста, и предположите, а чему нас учит сказка Красная шапочка. Всеми нами любимая, всеми нами просто известная, и сразу скажу, что это женская сказка. Чему она нас учит? Есть какие-то предположения, чему нас учит эта сказка? Смотрите, давайте мы скажем про сюжет этой сказки. Девочка отправляется к бабушке с пирожками, и вот такая мама любящая отправляет свою девочку, отпускает ее, зная, что в лесу живет серый волк и отпускает эту маленькую девочку с пирожками к бабушке. Это про что? Как бы мама позаботилась, может быть, сама бы пошла бы. А про что это? Она верит в свою дочь. Что именно она верит? Про отделение от мамы. Ну, здесь вот сказка «Красная шапочка», она, скажем так, про хищника и красавицу, да, можно так сказать по-простому. Потому что здесь девочка встречается с хищником и здесь ожидание встречи. Она же идет по лесу, распевает песенки, не пытается скрыться, а наоборот, она очень громко заявляет о себе. То есть она ждет этой встречи с хищником. Потом она с этим хищником общается, разговаривает с этим хищником, когда в лесу встречается. Потом, когда она у бабушки, он проглотил уже бабушку, и лежит, и девочка реально видит, что это не бабушка, но все равно продолжает выспрашивать его, а почему у тебя такие большие глаза, а почему у тебя такие большие уши, а почему у тебя такие большие зубы. Она общается с этим хищником и продолжает с ним общаться. И потом борьба с этим хищником и победа, когда живот разрезали девочке, и бабушка с внучкой оттуда вышли. И ведь когда она идет из дома, мама ее предупреждает, что там у нас есть в лесу и волк, и медведь, и что будь осторожна. Но красная шапочка не обращает на это внимания, потому что она юная, наивная девушка. Когда это происходит у нас? Ну, когда у нас появляется уже созревание происходит, когда у девочки появляется менструация, красная шапочка как раз символизирует этот процесс. Красная шапочка – кровь. И что в этот момент просыпается исследовательское любопытство. А что ж такое мальчики? А что ж такое мужское внимание? А как это приятно, неприятно? То есть девочка становится девушкой. и что вокруг есть хищники, которые как раз и ждут уже повзрослевших девочек, то есть и волки, и медведи. И мы предупреждаем наших детей, дочерей, говорим, что нельзя, это все может плохо закончиться. Но, к сожалению, девочка идет по лесу, зная о том, что это все опасно, и все равно продолжает общаться с волком. И мама, отпуская ее в эту дорогу, знает, что этот опыт обязательно надо пройти. Потому что это природный инстинкт, это природная потребность. Здесь, конечно, именно наивность, именно незрелость. И здесь или инстинкт самосохранения сработает, он пройдет испытание, укрепится, получит опыт. И когда вот эта вот такая беспечность, когда дети, подросшие дети думают о том, что, ой, ну это меня не коснется, ой, это не про меня там, что там в фильмах показывают, что там мама пугает, что в школе там рассказывают, это не про меня, это все меня стороной обойдет. И я все равно буду умной, разумной, и все у меня будет благополучно. Конечно, это детская наивность. И очень часто с этой детской наивностью мы доживаем и до 20 лет, и дальше. Такое тоже бывает, не происходит взросление. И вот здесь как раз на этой сказке это и показали, что эта детская наивность, вот она идет, хотя уже повзрослела, хотя уже у нее развивается женское чутье, хотя ее уже чувствуют мужчины, это волк и другие там звери, то есть хищники, хищники. То есть ее женственность просыпается, но еще много иллюзий о счастливой жизни. Это все знакомо. Если вы сейчас себя вспомните, то наверняка все мы через это проходили. Первое желание в подростковом возрасте быть любимой, и поэтому очень часто именно сексуальные отношения принимают за любовь. Просыпается вот эта женская потребность иметь возлюбленного, сексуальная любознательность, и кажется, что уже готова, чтобы приобрести свой собственный женский опыт. И хочется ей попереживать, так как переживают другие героини, там различных романтических историй, более взрослые женщины эту любовь. И заканчивается это довольно-таки печально, когда девочка разочаровывается. Ну вот, сказка как раз не шапочка, как раз об этом. Но этот период, этот этап, он инициация, этап взросления, обретения опыта, и он, конечно, у каждой из девочек в жизни присутствует, и должен присутствовать. И мама, как бы не думалось, какая мама глупа. Нет, она понимает, что этот опыт нужен, но как он пройдет, и съест ли волк хищник, или же сможет совершенно разумно, по-взрослому, уже опираясь на свой ум, эту историю завершить несколько иначе. Но если этот опыт совсем убрать из жизни девочки из подросткового возраста, то тогда женщина не созревает, и в дальнейшем вот такое недоверие, прохладное отношение, то есть нет чувства к мужчине, говорят, «О, Господи, ну красивая, но такая холодная, как снежная королева». Ну такое тоже бывает. И бывает, что из-за этого не так рано выходит замуж, и нет потребности заводить детей, и рядом нет человека, у которого можно влюбиться, и жалобы на то, что вот нет его. Бывает так, что в этот момент уже подросшая девушка смотрит и говорит, «Ну что, пора замуж выходить. Что же уже сколько-то лет-то мне? Уже надо. Что ждать-то, принца-то? Нет никого рядом, за кого можно было бы, но вот есть тут какой-то, вроде бы он на меня хорошо посматривает, вроде бы активнее, чего-то там хочет добиться, ну, значит, буду я за него замуж выходить. Все равно же выходить надо». И вот дает согласие на брак под основанием вот этой вот иллюзии, социального мифа о том, что женщина обязательно должна выйти замуж, и обязательно должна родить ребенка. Ну, здесь, конечно, уже этим отношением предшествует не любовь, а любознательность, ну и штамп, надо выходить замуж. вот, и здесь заключается ловушка тоже, потому что дальше разочарование. Ну что ж, вот такое сегодня короткое путешествие по сказкам. Вот она у нас, красная шапочка, которая даже на иллюстрациях рисует явно волк, да, который вот лежит. Ну как тут уж не отличишь бабушку от волка? Ну что ж, она совсем ничего не видит. Но мы это не видим, потому что есть женская любознательность. Девочка созревает. Ну что ж, давайте мы с вами сейчас подведем итоги того, что вы сейчас услышали. И если сейчас есть желание переписать, может быть, вот вы слушали сейчас что-то, и у вас есть какой-то отклик внутри вас, может быть, какая-то сказка у вас откликнулась. Что-то вы поняли про себя. Такое тоже может быть. Но мы сейчас, я предлагаю вам самое-самое простое упражнение. Это переписать конец сказки. Вот у нас есть сказка «Колобок». Мы сегодня с вами брали. И вот сейчас я вам рассказала про сказку «Красная шапочка». Давайте попробуем переписать, какие у вас есть сейчас желания. Или, может быть, вы свое что-то сейчас в жизни, скажем так, не говоря о реальных событиях. А переписывать мы будем следующим образом. Первый кто-то дает фразу, обозначает, допустим, героев и события. А дальше каждый развивает, написав по следующей фразе. То есть продолжение сказки как бы идет по кругу, по цепочке. Сюжет развивается по кругу, по цепочке. Можем взять с вами «Колобок». Например, он встретился с лисой и переписать конец этой сказки. Можем сделать с вами в сказке «Красная шапочка». Если вы, допустим, чувствовали, что рядом с вами был хищник, и вы как бы не основываясь на том, что не почувствовав это, не еще имея на глазах розовые очки в своей жизни, мы можем сейчас переписать и таким образом, может быть, и завершить ваш сюжет. Есть у нас желающие что-то завершить, что-то переписать, дописать, изменить? Пишите пока первые, кто есть желание, фразу. Во-первых, давайте сначала поставим плюсики, кто готов, кто хочет, чтобы мы что-то записали, переписали. Именно его личное. Есть такое желающее? Желание. Или все очень сложно? Сын крутится, не дает сосредоточиться. Хорошо. Но пусть крутится. Это хорошо, что он крутится. Значит, живой, как Юла. Листочек дайте ему, пусть рисует. Интересно, но не знаю, что. Хорошо, давайте тогда просто. Как можно переписать сказку «Колобок»? Предложите варианты. Мы с вами остановились на том, что «Колобок» не созрел еще, еще горяченький, еще только родившийся, не набравшись мудрости от бабушки и от дедушки, покатился по дорожке, и лиса его обхитрила. Давайте остановимся на этом. То есть в жизни всегда у нас рядом есть те, которые будут нас провоцировать, обманывать, испытывать. Это так. И нельзя это вычеркивать из своей собственной жизни. Нужно быть осторожным. Это не значит, что нужно быть подозрительным. Как бы можно было переписать сказку «Колобок»? Что можно было бы предложить Колобку в тот момент, когда он встретился с лисой, и что бы он мог сказать? Ну, например, лиса ему говорит, сядь мне на носок, да пропой еще разок. И Колобок, совершенно незадумавший, садится ей на носок. Как бы можно было бы... Ну, не садиться... А как бы он это сказал, или что бы он сделал в этом случае? Вот она ему сказала, а он что бы ей ответил? Ну, например, бы он ей сказал. Ну, что? Высоко твой носок. Нос-носик. А я маленький еще. Трудно мне на него забраться, потому что он еще удержался. Я, наверное, пойду покачусь-ка обратно к бабушке с дедушкой, чтобы еще сил поднабраться. Ну, может быть, как-то так. Что еще бы он мог? Я с тобой так? Да, пообщаюсь. Дистанция, правильно, да. Мне неудобно будет там на твоем носе сидеть. Да, пойду спрошу разрешения у родных. Что-то мне бабушка с дедушкой про лису ничего не говорили. То есть, смотрите, иногда в своей жизни мы необдуманно что-то делаем, как-то поступаем. И это закрепляется в нашей памяти. Как быть? Вернуться к тому сюжету, к тому, что было в нашей собственной жизни. И не винить себя за то, что я как колобок сел на носик, а переписать. То есть, развернуть это событие иначе. Точно так же с нашими детьми. У них есть проблемы в школе, или у них есть проблемы с одноклассниками, или есть еще какие-то их детские или подростковые проблемы. Пересочинить сказку. А на что похоже твоей жизни, первый вопрос. На какую сказку она похожа? Кто ты в этой сказке? А теперь давай подумаем, что, кто, что в этой сказке нужно изменить, чтобы конец был совершенно другой. Это тоже очень интересное занятие, которое, это творчество. И это можно делать даже просто, идя или гуляя, или когда мы идем с ребенком. Мы идем и разговариваем. И вот у нас такая игра. Сегодня мы будем переписывать сказку «Золушка», а сегодня будем переписывать сказку «Конец и другое придумать». И вот здесь очень внимательно понаблюдать и послушать, а что говорит ребенок. Потому что в том, что он говорит, открывается его мировосприятие. Очень часто мы видим его именно вот так, а когда он начинает рассказывать, переделывать сказку, мы вдруг видим, что он совсем по-другому понимает этот мир. И там есть иногда опасность. Как у меня было, когда я сочиняла с ребенком сказку, папа сидел, и вдруг ребенок, которого, как считают родители, они научили его не пускать чужих в дом, то есть себя обезопасить, потому что постоянно-постоянно об этом говорят, и везде говорят. И вдруг они обнаружили, что во время сказки, когда мы сочиняли сказку, я как бы сигналила глазами, кивала папе, что обратите внимание, что сейчас ребенок говорит, он сделал все для того, чтобы как колобок сесть на носик лисички, и она его проглотила. То есть он ни в одной сложной ситуации, опасной ситуации не принял меры безопасности, которых учили его родители. Это говорит о том, что ребенок, да, он слышит, что ему говорят, но применять он это не будет на практике, когда это произойдет. Хорошо. Ну что ж, мы поговорили про сказки, про сказочные сюжеты. Вот здесь у нас есть Баба-Яга. Это тоже очень интересная тема, потому что образ Бабы-Яги – это наш с вами внутренний женский образ. У каждой из нас внутри есть образ Бабы-Яги. Это не в ругательном смысле, мы разные. И в какой-то момент я прекрасная Василиса, а в какой-то момент мне надо стать Бабой-Ягой и выпустить ее на свободу. И это надо видеть в себе, слышать и принимать. Но это немножко другая тема, она не сегодняшняя. Ну, а сейчас я хочу подвести итог всем нашим онлайн-встречам и сказать о том, что в течение всего этого цикла мы начали с вами в марте месяце. Первые три занятия, первые три встречи вы устраняли преграды и препятствия, прорисовывали их с помощью различных арктирапевтических техник, растворяли болезненные эмоции, безопасные навсегда. И вот на обратную связь, которую вы мне даете, у кого-то своя любимая техника, у кого-то стала техника кляксы, у кого-то точечная, у кого-то рисовать по мухам. Это действительно выбор каждого. У нас было очень важное, и вы получили эти практику, мы это благодарны своему роду, и вот когда вы восстанавливаете поток любви. И именно вот то, о чем мы с вами говорили сегодня на примере сказки «Золушка». «Золушка». То есть это важно, это нужно, это важно, и это можно делать постоянно, пользуясь вот этими техниками, этими практикумами. Мы говорили с вами о том, и посвящено этому было три встречи, что нельзя жить в прошлом, туда можно вернуться, даже если ты вернешься, но там тебя никто не ждет. Нельзя жить в будущем, потому что будущее никогда не наступит, оно всегда будет в будущем времени. А пригласить можно в настоящее, и прошлое, и будущее. И вы написали картины, как вы подтверждаете, что написали картины «Обереги» для своих детей, которые они хранят в своих кошелечках или сумочках. И это замечательно, вы так передаете благословение, свою любовь. И здоровье, и процветание, это деньги. И я понимаю, что этот процесс очень длительный, вообще-то тема очень такая про деньги, серьезная, не получила пока вот про здоровье, про любовь, а вот про деньги, еще обратные связи, что получается, получается ли эту технику делать, вот именно она у вас идет в записи. Конечно, было бы очень полезно всем узнать, вот насколько эта техника для самостоятельного освоения получилась. И сегодня у нас была встреча со сказкой «Тайный шифр сказок». Ну и в заключении я хочу показать вам, что сегодня вот я получила, какие картины. Я вас с удовольствием, все картины ваши жду, присылайте, мы будем делать еще творческие встречи. Но вот сегодня я хочу показать вам вот картины Людмилы, Людмилы Алиева, вот ее картины. И техника – это как раз работа с кляксами. Я поняла, что техника кляксы. Вот это, видите, какие... Вот посмотрите, пожалуйста, на правый нижний. Смотрите, какой головастик. Ум преобладает. Прямо головастик-головастик преобладает ум. Да? Очень часто у нас ум преобладает в наших делах. И вот медитативное рисование, а ведь это медитативное рисование, то есть погружение, глубокое погружение, рисование вне ума. Людмила, если есть что написать, пожалуйста, можете... Если вам дать слово, то, пожалуйста, можете прокомментировать свои работы, может быть, как-то. Желание. Вообще очень-очень многослойное. Вот есть очень многослойное. Не буду уже так подробно останавливаться. Вот на клеточном уровне некоторые. То есть изменения на клеточном уровне. Есть образы, просматриваются здесь образы, в этих картинах. Вот если просто зрение не расфокусировать и смотреть. У каждого идет своя внутренняя работа. Вот Людмила пишет, что решилось отношение с мамой. То есть вот работая с... То есть разрешились эти отношения с мамой. И вот Оксана сегодня тоже прислала рисунок. И я для наглядности развернула его по-разному. То есть это про то, что эти вот все рисунки, которые вы делаете, те техники, в которых вы работаете, они... Рисунок можно вертеть. В разное время, в разное состояние этот рисунок дает разное. Вот смотрите, рисунок, где его вверх, где низ, я вот их расположила так. И вот если посмотреть на первый рисунок, на левый рисунок, вот он так лежит. Я, например, вижу здесь льва. Вот если мордочку льва, вот это мне так почему-то. Лев, царь зверей. Да? Мы с вами говорили о том, что это царь зверей. Вот смотрите, как я увидела. Вот его нос. Вот видите? Вот глаз. Вот льва глаз. А вот его грива. И вот лапа. Что-то вот царь зверей опустил голову, что-то он или высматривает, или отдыхает. отдыхает. Не знает. Вот как вам отзовется. Не могу понять. А здесь вот, смотрите, если вот я здесь посмотрю. Для меня, например, это какой-то движущийся, ну, как вам сказать, как парусник. Вот что-то такое, вот что-то такое надутое ветром. Вот что-то ветер несет. Вот для меня, по крайней мере, вот это вот. Ну что ж, я позволю на этом сегодня завершить. Если есть какие-то вопросы сейчас здесь, то, пожалуйста, можно эти вопросы задавать, и я с удовольствием на них отвечу. Если же у нас с вами вопросов нет. Да, вот Оксана написала, вышла из сети, что у нее связь пропала. Ну, запись будет, вы это получите, запись. Что рисовать после сегодняшней встречи? Ага. У вас есть техники, которые есть. Что вам хочется сейчас, какую линию вам, вот на данный момент, вы сейчас прислушиваетесь к себе. Что вам сейчас? Если вам утром вы встали и подумали о том, что вам нужно сейчас, вот, например, побольше любви. Помните, как волшебник изумрудного города, лев, да, побольше мне храбрости, а кто-то говорит, а мне побольше мозгов, а мне, пожалуйста, любви побольше сердца железного дровосека. Вот вы берете и просто рисуете. Что рисуете? Как рисуете? Вы рисуете, вот задав себе вот это направление. Помните цели и полагания? Мужчина, если есть рядом мужчина, то женщина ведет его к цели и полаганию. То есть, если у него нет цели, тогда его ведет женщина. А если у мужчины есть цели, он знает, куда он идет, то он поведет туда женщину. Любовь. Как? Вот я просто пишу картины. Вот как я вам рассказывала. Каждый день беру маленький листочек или какой-то сюжет рождается. Вы сейчас готовы к тому, чтобы творить свободно. Что и как. Вы просто творите и выпускаете из себя сейчас на свободу. То, что рождается внутри. И каждая ваша картина будет нести свой смысл. Для чего? Для чего хотите? Под свое желание. Из этого цикла это занятие последнее. Вот наш с вами цикл сегодня завершается. Но я буду сейчас какие-то вебинары проводить. Это могут быть и по сказкам вебинары. Вот. И вы тогда тоже буду вас приглашать на эти вебинары. Вот. Рекомендуйте курс онлайн своим друзьям, если вас достаточно все понравилось. вот. И потому что группу я буду сейчас набирать. Я приглашаю вас. То есть в любом случае вы со мной на связи. Вы можете мне писать. Общаемся мы. То есть это все всегда вот с Людмилой сколько уже мы общаемся. Наверное год не больше. Года два наверное уже. Людмила начинала рисовать техникой Бахтебека Талькамбаева. А сейчас вот уже присоединилась и рисует немножечко G и ноль. Вот. Поэтому мои поездки да, здоровье, да, да, это все можно, это все на самом деле работает. Это действительно реально помогает. Вот. И вебинары будут. Вот у меня смотрите будет выступление, я вам пришлю приглашение, но это опять в рамках конференции 15 воскресенья, будет поздно 21.30 это я приглашенный спикер на конференции, будет конференция, где я буду рассказывать про медитативное рисование. Ну, как бы порисовать там не особо не будет, порисовать, но если захотите, я вышлю вам ссылки, можете поприсутствовать. А так у нас будут с вами, я буду приглашать вас на вебинары, вот может быть я сделаю даже цикл, я все обещаю про сказки, потому что это действительно интересно, возможно это будет так. Приглашаю вас на свои выездные мероприятия, и на озеро Светлояр, которое у нас будет в ноябре, декабре, и на Рождество, и на Кипр, и на следующий год, на май месяц, я думаю, что в предборе Теньшани вот эта проездка я ее обдумывала, я думаю, что она состоится. Ну что ж, а сейчас я вас благодарю, мы не расстаемся, мы на связи, и да, и до следующей встречи, будьте счастливы, здоровы, красивы, благополучны, и с вами была я, Ирина Василаки. Всего доброго вам и вашим близким. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok